Аким Шемкент рассказал о социально-экономическом развитии города. В мегаполисе планируют построить 5 индустриальных зон, 18 школ и больше миллиона квадратных метров жилья. Дворец Фосфорник в Шемкенте начнут восстанавливать. Реновации здания и прилегающие территории займутся в ближайшее время. Еще один вопрос, который тянулся долгое время и теперь решен, строительство сквера возле магазина «Спутник». Сейчас там возводят новый зеленый парк. О том, как будет развиваться Шемкент, рассказал Габит Сыздыкбеков. Третий мегаполис страны должен стать центром притяжения инвестиций. За 10 месяцев этого года привлеченные средства увеличились на 22%. В целях увеличения производственных площадей мы приступили к созданию при цели новых производственных зон площадью 867 гектаров. В дальнейшем планируется реализовывать 289 проектов на сумму 372 миллиарда тенге. В целом, в ближайшие пять лет в город планируется привлечь 6 триллионов тенге инвестиций. Одно из приоритетных направлений – образование. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» планируется построить 18 школ. Больше 134 тысяч учащихся начальных классов уже обеспечены бесплатным горячим питанием. Для развития медицины в городе построят современный родильный дом и университетскую клинику. За последние пять лет активно работающих бизнесменов стало больше в два раза. Это стимулирует рост деловой культуры граждан и обеспечивает работы более 30% жителей города. В рамках нацпроекта по развитию бизнеса выделено 20 миллиардов тенге. За счетный период поддержано 3351 проект. Для решения квартирного вопроса в городе строится 100 социальных домов. До конца года будет введено в эксплуатацию 1 миллион 75 тысяч квадратных метров жилья. Анастасия Новикова, Довран Абдзиев, Абзал Туребеков, Информ, Бюро Шымкент.